Последний час до Москвы Сквозь поредевший кустарник виднелись кое-где стеклянные шары на клубах И в дачных домиках забитые ставни На дорожках, на ступенях облетевшие листья Вот пролетел мимо полустанок Два солдата с котомкой равнодушно глядели на окна поезда И на скамье сидела в плеченом пальтишке грустная слепытая барышня Чертя концом зонтика узор на мокрых досках платформы Вот за поворотом из-за деревьев появился деревянный щит С нарисованной бутылкой Несравненная рябиновая шустова Вот кончился лес И направо, и налево потянулись длинные ряды белой-зеленой капусты У шлагбаума воз с соломой И баба в мужицком полушубке держит под узцы упирающиеся лошаденку А вдали, под длинной тучей, уже видны острые верхи башен И высоко над городом сияющий купол Христа Спасителя Телегин сидел у вагонного окошка, вдыхая густой запах сентября Запах листьев, прелых грибов, дымка от горящей где-то соломы И земли на рассвете, хваченной морозцем Он чувствовал позади себя дорогу двух мучительных лет И конец ее, в этом чудесном долгом часе ожидания Иван Ильич рассчитывал Ровно в половине третьего он нажмет пуговку звонка в этой единственной двери Она ему представлялась светло-дубовой с двумя окошками наверху Куда он притащился бы и мертвый Огороды кончились Из боков дороги замелькали забрызганные грязью домишки предместья Грубо ощеные улицы с грохочущими ломовыми Заборы и за ними сады с древними липами Протянувшими ветви до середины переулков Пестрые вывески Прохожие, идущие по своим пустяковым делам Не замечая гремящего поезда И его, Ивана Ильича в вагонном окошке Внизу, в глубину улицы побежал, как игрушечный трамвай Из-за дома выдвинулся купол церковки Колеса застучали по стрелкам Наконец, наконец После двух долгих лет поплыл вдоль окон Дощатый перрон московского вокзала В вагоны полезли чистенькие и равнодушные стоячки белых фартуков Иван Ильич далеко высунул голову, взглядываясь Глупости Он же не извещал о приезде